Попробуем еще раз. Начало сейчас было лучше, как степианно. Это было группа бара. Но начало уже интереснее. Попробуем еще раз. Нет. Когда ты делаешь переход, я тоже об этом вчера поговорил в секунду. И завтра, если мне кто-то будет. Должна быть при движении вверх более округлая, более мягкая ингонация, а не острая. Поэтому нужно пользоваться приемами произносимых внутри тебя звуков. Здесь нужно на И, И или О или А. Верно. Верно. И пропивайте внутри себя. Пальчи, воручь. И... Идем. Оуууууууууууууууууууууууууууу. Попробуем сделать так. Верно. И вот тот шаг, который ты сделал вперед, позволил снять лишнее напряжение, и создать даже искусство вот это движение, то есть ты сам начал двигаться и вводить вперед в руковую линию. Еще разочек сначала и дальше. Спасибо. Сейчас было интереснее. Посмотри, в конце фразы у тебя получается, сейчас небольшой приемчик. Попожусь, если бы, может, я тебе позволю избежать неофуратности в последней руке, которая уже во второй раз у тебя проявляется. Что у тебя здесь происходит? Она начинает на октаву вверх уходить. Да? Да. А это возникает из-за того, что ты играешь в длинную фразу на одном дыхании. У тебя руки начинают вставать. Там все. И происходит такое, как бы, сжатие рук через все линии. Для того, чтобы возгрузить нижнюю челюсть, в последнем переходе ля-па, когда ты играешь, большим пальцем в руке есть сексофон, чуть-чуть приподнять верхнюю дуба. Попробуем на шерфу сейчас сыграть. Вторую либу мы начнем до ми-ми-мо. Но для этого не обязательно голову задирать, то есть чуть-чуть приподнять, чтобы ты почувствовал, как мушту больше контактирует с верхними зубами, а не с нижней челюстью. Понятно? Еще раз. Звучит музыка. Звучит музыка. Спасибо. Что здесь происходит? Да, нюанс должен меняться. Вот ты написал «мяться просто». Когда в этой музыке ты начинаешь чуть-чуть изменять нюанс, и при этом открывает звук, можно играть громко, но собранным. Ты играешь громко, а открытый звук. Нужно оставаться в качестве звука, который нужен для этого произведения. Здесь нельзя играть открытого звука. В принципе, за редким заключением нужно играть открытого звука. То есть собранный звук. За собранным звуком что отвечает? Помимо твоих ушей, которые контролируют, красивый ты берешь звук или некрасивый? Просто с точки зрения аппарата. Что отвечает? Ну, близко, да. Есть конкретное место, которое я напишу, и которое отвечает за собранную концентрацию. Гугл и близко, да. А? Гугл и, допустим, вот, если мы берем весь радиус, какие конкретные точки? Гугл герта, а вот мы к этому пришли. Совершенно верно. Поэтому они должны быть направлены к центру, к середине. Давайте тему со вторым разом, да? Давайте тему со вторым разом, да? Угу. Нет. И играешь отдельно до, отдельно факты. Должна быть одна линия музыкальная. Одно дыхание. Да. Да. Послушайте, рэпбемо. Ага. Сейчас я прошу прощения, давайте разберем новую тактику. Рэпбемо. Что такое? Не строит. Да. Не строит. поэтому она не подходит к тем нодам, которые мы с тобой играем. Одним сейчас сыграем. Теперь в твоей очереди. Я слышу два удара. Должны быть один. Должны быть один. С нами у нас вот ред-моль ниже получается всех остальных. Просто три ноты сыграем фа, до ред-моль. Я тебе сейчас... Мы только три ноты играем. Фа, до ред-моль. Играем, где нет. И еще помогают в этом углу строения. Для того, чтобы без саксофонистов, которые уже сейчас здесь, там бывают в зале, я скажу, у нас проблемная нота у тех, кто играет на саксофонах. В принципе, на саксофонах любой фирмы может возникнуть проблемы. Там в меньшей степени саксофонах фирмы нема, хотя тоже возможный вариант не так. Это нота до диез второй октавы, например, в данном случае по записи. Для того, чтобы она была чуть-чуть выше, нужно нажать комбинацию, нажав трельный до главы. И эта нота будет чуть-чуть повыше. Или в комбинации, если у нас возвратное движение, то мы играем из второй октавы в первую, и потом обратно во вторую. То есть мы используем октаву главы, потом не используем. Вот нота до диез второй октавы, которая играется, не нажимаем на ничего, это основная. Мы нажимаем третий клапан и октавный клапан. Тем самым мы кнопки повышаем чуть-чуть выше. Попробуем сейчас, после того, что бемоль нота сыграть без всего, а потом попробуем нажать те клапана, которые я сказал. Теперь этот клапан повышается. Или трельный до. Это средний краб. И это направо ещё — по-другому. Пока три расширки донезута, отдельно. Попробуем. Да, и низко. Нет, я просто хотел бы показать, насколько должна абсолютно быть фраза, я хотел бы, чтобы Рейдмой попробовал сыграть традиционно верно. До и Рейдмой. Уже свежим количеством потерь. Это неправильно. Дальше Фа будет уже удобно играть после. Рейдмой, Рейдмой, Миземой, Рейдмой. И вот ты играешь до Рейдмой. Рейдмой играешь с третьим клапаном и с октаном, и дальше уже в Ебемой играешь. Основную позицию. Рейдмой, 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 Рейдмой. Рейдмой, Рейдмой, Рейдмой. Давайте начнем со второго уровня темы. Просто это пиано глухой или что? Пиано глухой. Дальше. Сейчас я хочу попробовать. С точки зрения интонации было лучше, чем в первый раз. Но чтобы ты это услышал, нужно чуть-чуть медленнее тент сейчас взять. И не должно быть все это, где должен четко понять, где должен быть точный сигнал, какой пальчик нужно нажать. Еще раз, пожалуйста. Продумаем третий и октавный. Спасибо. Можно один такт для нас? Спасибо. Спасибо, спасибо. Теперь мы сами сейчас поиграем. Сами. Тут поиграем вместе с тюнером и с контроллером нашим слуховым, поскольку эти трафоры у каждого свое, и нельзя играть громко, лишь только потому, что нужно играть громко. У каждого свой формат громкости. Не должно быть искажение звукового. Должно быть неприятно не тебе самому играть, не слышать или не слушать красивые звуки. Давай попробуем ноту до с тобой первого октана. Надо следить тебе еще за пальчиками, они тебя не совсем верно стоят. Поэтому здесь твои подружки должны стоять на ближней тебе дуге. Вот если вот круг, так, вот сюда. И они должны быть пальчики дугообразные. А круги. Вот. 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 Смотри. Взяли почти прямые. То есть ты фактически вторыми палантами нажимаешь на паланты. Это не очень хорошо. Даже, так сказать, плохо. Вот. Для того, чтобы это изменить, нужно играть гаммы. Нужно играть гаммы и играть упражнение. Вот как я вижу, уже кто-то приобрел сборник Сергея Володи Устьянцева. Как это называется? Или тратит виртуоз. Там есть много интересных упражнений. Я причем его добавил. Вот я в свое время тоже готовил один сборничек, где тоже определенные упражнения. И, конечно, не знаю. Ты играешь гаммы. И в гаммах есть такие речи секвенционные. Сейчас давайте еще перейдем чуть-чуть. Как же гаммы соль-мажорной? Да. Мы ее сыграем. Допустим, отводу соль. Потом в таблице. И так коротко. Что-ли-то до падения сможешь сделать. Да. Снова падение сможешь сделать. Да? Ну, до падения сможешь сделать. А. Соль-мажорной есть в адресе. Хорошо. Ну, надо опять все правильно линии спуститься до си и вернуться в соль. Пускай это будет не линии, но пускай это будет шестнадцатый. Пускай это будет шестнадцатый. Пускай это будет шестнадцатый. Пускай это будет шестнадцатый. Музыка замки. И в вашем теле должен. Дор, миф, миф, соль. Но вниз, нисходящее звено. Соль, фадес, ми, редо, си. Дор, миф, фадес, соль. Дор, миф, соль. Только не скромничай, играй более наполненным звуком. Не крикливую, а наполнную. Собирается элегантой, да? Еще активнее по звуку. Это тоже такой открытый, крикливый звук, это не очень красиво. О-о-о-о-о. А-о-о-о-о-о. Шашка. Только надо соль, первый х. Еще больше булочки. Меньше булочка, чуть меньше булочка. Чуть меньше булочка. Уже возьмем дыхание и дыхание по. Попробуем. Вести и раздувать звук это развеешься. Ты кудаешься. А мне нужно вперед его проехать. Сохранив форму. Не давая возможности звуку, воздуху, покинуть твою форму, созданную в работе. Переходим. И напрягаешься. О. О. Весы. еще раз хрест, и рот еще раз хрест проведи также звучит, да? то есть здесь вопрос в том, что заключается в момент психологии то есть у него при правильной подаче воздуха ноты извлекаются если он начинает понимать, что там есть какая-то сложность с нижним регистром, проявлять сверхусилие, он сам себе закупоривает звучание инструмента. Еще раз до ноты Ре. Даже так, сначала соль поведи, попади в движение твоего звука, потом я махну и до Ре надо будет на регаты сыграть, и до Ре это платы не поддержать еще. Фокус звука держит. Узконаправленный фото в воздухе. Еще раз до Ре. Теперь сам. А ты начал играть, ты о чем думал? Не о чем ты думал, а очень важно думать, когда ты занимаешься не выполнять механические движения, а в первую очередь умственные. Сам себе можешь упражнение придумать, потому что человек взрослый. Так, теперь только домой тут до первой октавы. в первую очередь. Теперь надо подробно зафиксироваться, и четко понять, в какой момент ты делаешь движение пальчиком, чтобы сыграть наутру сих ней. Куда нужно попасть? Круглить пальчики. Круглить. 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 Лоп. Лоп. Тр. 2.5. И мизинцем, чтобы попасть в силу. Две, три. А должна быть одна. Воздух же уходит, он расходуется. То есть все зависит от того, насколько ты осознанно выполняешь те или иные действия. Звук будет браться. Теперь тоже касается этого. А, вот по поводу изменения пальцев. Дальше танго я бы советовал играть так называемые секвенции. То есть это игра триорий. И так далее. Дальше. Отсоль первого октага. Соль, а, си, ту, мать, я, три ноты, ту, мать, си. Но мы это делали не для того, чтобы максимум установить в нужной позиции. Медленно. Соль, ты разбиваешься. Хорошо. Хорошо, хорошо. Медленно сейчас. Я не прошу, что мы не будем сейчас оберегать. Играем ноту си. 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 Играем переход си, ля, си, ля, мали. Си. 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 Первые три раза я сыграл супер. Но опять палец сломался. Пошел на старый эпизод. Смотри, я сейчас не в телефоны играюсь, я хочу одну вещь сейчас сделать для тебя. Вот, смотри, следит за своим врачом. А, видно? Тебе видно? Вон, играй.